доброго времени уток друзья сегодня у нас немножечко такой живой формат стало мне интересно попробовать наконец-то сделать 3d модельку с помощью нейросети а в принципе у нас их так будет как минимум 2 это практически любая нейросеть которая может генерировать изображение в данном видео буду использовать и диаграмм и собственно мы будем использовать еще меньше . и чтобы создать саму 3d модель по требованиям нам нужен чистый фон однородный который видимо нейронка сможет спокойно отделить нужен всего лишь один предмет либо персонаж на этом фоне и он должен смотреть прямо нам в лицо хотя первое что мне приходит в голову это собственно однородный белый он посмотрим что он нам выдаст поставим квадратный формат пуши здесь принципе не квадратные погнали сразу говорю что я не прям мастер английского и возможно пишу что-то не так и не в том порядке но тем не менее нейронка меня понимает кстати вот это достаточно неплохо смотрится а solid black background я хотел написать белый он написал черный ладно окей кстати достаточно неплохие картинки можно их прям себе даже по сохранять и потом с этим поработать вот эти картинки незаконченные сохранять так вот с этим уже можно работать его даже сохраню но вот это вот прям совсем совсем лишнее такой фотофон сзади чего как фотосессию пришел ладно так уже лучше но не везде он конечно в полный рост а здесь он слишком простенький что ли и возьму свой изначальный фронт опять всего лишь один чувак в полный рост ну в принципе ввел я правильно а ну попробуем так хорошо вот сейчас должно быть все красиво понятно не будет что вы это вообще такое возможно в таком формате он сделает его в полный рост давайте попробуем отмородится и просто добавить ему немножко фетиши может так хотя бы он станет генерировать ноги отлично то что нужно так если не в опозе хорошо так что нам из этого подойдет в принципе подойдет все а правда слишком сложноватый на фон ну да ладно понятно по ходу он посчитал это слишком кровавым ладно вообще что-то мне подсказывает что все вот эти вот пальчики он не очень хорошо сгенерирует поэтому поэтому можем попробовать еще какого-нибудь персонажа более стилизованного в этом определенно что то есть но зато они в полный рост по моему самый забавный давайте его сохраним да и вот это тоже ничего такой кажется где-то забыл убрать так реалистик но не забыл но его это не остановило а а окей мне в принципе нравится вот эти четыре варианте к в принципе они наиболее подходящие здесь свет может плохо сыграть на текстурку да и поза не супер понятная может быть мы попробуем ее тоже и для начала я здесь сделаю вот такую темку возможно это делать необязательно я пока не знаю я вместе с вами это сейчас первый раз буквально делаю и так прошло пять минут и момент истины давайте посмотрим что у нас тут произошло то с тобой вообще я в принципе в такой проекции смотрится нормально англоса он принял немножко странно спину он полностью сгенерил сам это забавно как я говорил свет очень сильно сыграл на текстуре в принципе с этого можно что-то получить но каких-то именно персонажа мне кажется делать так себе идейка а ладно попробуем следующего а я сразу попробую вот такого вот потому что в принципе 2 не сильно отличается то и от первого разве что немного дизайном но по сути получится все то же самое просто в другом цвете так включаем генерацию а пока еще давайте покрутим этого посмотрим пальчики у меня есть мысль что можно попробовать таких чепушил использовать в каких-нибудь очень стилизованных хоррорах например по стиле ps1 графики или что-то около того да и вообще мне кажется с такими моделями можно получить эффект зловещей долины если все модели будут примерно вот такого плана пока генерируется следующий вариант который стилизованный я решил исправить здесь сетку сделать ее квадратной и сильно урезать по полигонажу чтобы здесь стало 7000 полигончиков это где-то 14000 следующий треугольников затем я просто засунул этого миксом и он по-моему до сих пор грузит нет уже не грузит загрузился кстати почему-то без текстур так ну давайте какой-нибудь зомби движения допустим ну как и сейчас расколбасит наверно так окей качаем перья засуну все это дело в unity так ну что я могу сказать принципе анимация смотрится конечно не прям вау но на определенных расстояниях для какой-нибудь например массовки это вполне может сойти в общем для какой-нибудь массовки как я говорил это вполне может сойти то есть чтобы на фон поставить анимированной модельки которые еще и будут как-то двигаться и при этом не сильно бросаться в глаза а просто как бы дополнять сцену я думаю это вполне неплохой вариант но конечно для полноценных игровых персонажей это наверное такой себе вариант а давайте посмотрим что у нас стало со стилизованным он как раз сделался и зачем-то ему добавили косичку он потому что эта девочка но вообще этот персонаж выглядит куда более адекватным по качеству и по идее его же как-то еще можно доработать в той же самой нейронке но возможно и нет куда лучше качество на мой взгляд получается если мы сделаем с нуля через текст так мы выбираем реалистичный стиль здесь у нас уже понадобится всего лишь одна минутка времени мы ее далее улучшим через ту же самую нейросеть закинем в миксамо и потом соответственно в юнити посмотрим насколько это будет лучше то есть в чем прикол до качество пока так себе и можно сказать в какой-то степени 3d шники пока что в безопасности но мы сделали концепт за пару минут мы сделали модельку за пять минут накинули анимации за несколько минут и грубо говоря у нас есть персонаж готовый для массовки и каких-то сцен а может даже и игровое все зависит от вашей фантазии полученного качества я считаю это достаточно интересно и перспективно а что насчет персонажей которых мы с генерируя ли из текста сейчас на текстуры пока не обращаю внимание это как это броской драфт так почему они такие жирные ладно не суть а делаем рефайн чтобы он сделался красивее и четче есть кстати всего лишь 11000 полигонов возможно его даже не придется на рефай нам уже нужен пять минут и это уже смотрится намного интереснее и кстати вообще максимально не похоже на то что было до этого это немножко странно тем не менее если мы это засунем массовку я думаю это будет куда мощнее такой даже для платформера можно использовать и для топ-тауна единственный вариант а точнее момент у нас слишком много сейчас полигонов давайте попробуем это сейчас убавить принципе сетку можно квадратные не делать я думаю его скорее уже еще сильнее но кстати сейчас это больше похож на такой ps1 стайл еще только зашакалить качество текстура ко мне кажется вот она хотя бы тысяч пять ему оставим чтобы лицо так сильно не падала и еще у меня попался такой вариант пибер то есть здесь у нас должны быть а нормалки здесь у нас должна быть текстура карта металлика и так далее то есть это должно быть уже намного более интересно то есть я бы вполне мог использовать его даже и в каком-нибудь хорроре от первого лица потому что это достаточно симпатично смотрится а в этот раз текстурка подгрузилась нормально из-за отсутствия нормал карты у нас как раз получается такой вот блеск и пластиковость в принципе это опять же все решается через шейдеры в unity под определенный стиль как я говорил под ps1 например и под какие-нибудь еще такие ретро стиле это вполне может подойти но и чем вам не персонаж для игры и при подходящим освещение шейдерах мне кажется этого будет более чем достаточно и не нужно тратить там три-четыре не а это куда ты в игре у меня будешь стой кушать побежал качаем так драфт у нас уже есть конева модный халатик в принципе все равно больше часть того что мы здесь видим изменится поэтому просто нажимаем и файн ну ладно я посмотрю что тут есть еще это прям тетя кондуктор ладно давай вот на этом остановимся что-то в нем есть так этот у нас скачался засовываем его в unity вот тут он кстати размеры сразу нормального в общем по тексту работает определенно лучше а я отключил туман то есть даже на достаточно солидном расстоянии даже без нормал карты он выглядит конечно немножечко пластиковым все еще но но это вполне сойдет для платформера например так тем более для вида сверху тоже более чем она сгенерировалась и мне прям очень интересно что он выдаст на паблеверке потому что по сути это уже готовый ассет а а а а а а а да да пожалуй все таки лучше сделать вручную ладно я понял пока что остановимся на предыдущих двух вариантах они работают они вполне себе адекватные ну на мой взгляд для определенных целей поэтому если это видео вам понравилось обязательно ставим лайк подписываемся пока в одном из следующих видео я сделаю уже персонажа своими руками без использования нейросетей но с использованием различных ускорителей это будет своего рода халява но качественная и зато то что нам нужно в общем то на мой взгляд получилось интересно отписывайтесь как вам вообще такой формат видео таких экспериментов ну а я с вами ненадолго прощаюсь пока